Рефракторная форма Рефракторная форма Рефракторная форма И тогда вот эти активированные протонные помпы закрываются при максимальной концентрации ингибитора протонной помпы в секреторном канальце париэтальной клетки. Что здесь еще может быть? Коморбидность. Если у больного гиперпродукция соляной кислоты, например, синдром Золенгера или Сона, конечно, здесь могут потребоваться больше дозы ингибиторов протонной помпы. Сопутствующая функциональная патология ООЭ – это очень важный аспект. Если у пациента с рефлексной болезнью есть сопутствующая функциональная патология, это говорит о том, что у него выражены механизмы гиперсенситивности. Мы об этом чуть позже поговорим, сейчас не буду подробно на этом останавливаться. И это же мы наблюдаем у больных с отклонением психологического статуса, в условиях стресса происходит изменение восприятия, опять возникают механизмы гиперсенситивности. Мы должны учитывать особенности патофизиологии, скажем, слабый кислый рефлекс, который возникает либо при снижении кислотопродукции, либо при недостаточном подавлении кислотопродукции, недостаточной дозой ингибитора протонной помпы. Здесь есть разные варианты. Остается слабый кислый рефлекс, дуоденно-гастроэзофагиальный рефлекс, когда есть примесь желчи. И в такой ситуации проблема решается большей дозой ингибитора протонной помпы, либо совместным назначением с какой-то другой терапией. Если мы говорим о желчном рефлексе, то полезно дополнительно добавить препараты урсодизоксиколевой кислоты, либо в ситуации слабого кислого рефлекса и того же дуоденно-гастроэзофагиального рефлекса назначить комбинацию ингибитора протонной помпы и альгинатов. Ну и наконец последняя ситуация. У больного изжога, но это не герб, это какое-то другое заболевание. Функциональная изжога, функциональная диспепсия. Одно из проявлений функциональной диспепсии это жжение в эпигастрии. Изжога это жжение в эпигастрии, по ощущению поднимающаяся снизу вверх. Довольно близкие ощущения, но рефлюкса при этом нет. И в этой ситуации может быть неэффективна терапия ингибиторами протонной помпы, конечно, если у больного истинная изжога, вот это жжение за грудиной, и оно рефрактырно к оптимальной антисекторной терапии, и отсутствует рефлюкс, нет ассоциации симптомов рефлюкса, нет патогистологических аномалий пищевода, нет нейромышечных заболеваний, вообще никакой органики нет, а изжога есть. Вот эта ситуация называется функциональная изжога, это функциональное заболевание, изжога не связанная с рефлюксом, нет ассоциации симптомов и рефлюкса. Как понять, что это такое? Мы видим, что есть три фенотипа гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, эрозивный изофагит, неэрозивная рефлюксная болезнь и герб с гиперсенситивным пищеводом. Все эти формы рефлюксной болезни объединяет одно, симптомы или повреждения при эрозивной форме связаны с рефлюксом. Но при всех этих формах заболевания может быть гиперчувствительность пищевода, потому что любое ощущение это следствие воздействия и модуляции воздействия, то есть его восприятия. Вот гиперсенситивность пищевода это патофизиологический механизм, один из патофизиологических механизмов наряду с рефлюксом, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Поэтому видите, такое разное соотношение гиперчувствительности и рефлюкса может быть при рефлюксной болезни. Но все равно ключ это рефлюкс и устранение рефлюкса ведет к устранению симптомов. А при функциональной изжоге, изжога есть, а рефлюкса нет. Есть только гиперчувствительность пищевода, поэтому в такой ситуации назначение ингибиторов протонной пумпы бесперспективно, либо дает эффект, но за счет плацебо-эффекта. Ну, каков алгоритм дифференциальной диагностики? Проводится гастроскопия. Если выявлен рефлюкс и зафагит, то ставится герб с рефлюкс и зафагитом. Надо сказать, что возникли здесь нюансы. Рефлюкс и зафагит это наличие эрозии в дистальном отделе пищевода. По Лионскому консенсусу мы видим, что абсолютным доказательством наличия рефлюксной болезни является только рефлюкс и зафагит тяжелый, C и D. A и B это не абсолютные доказательства рефлюксной болезни, то есть это эрозии. Это мы можем назначить ингибиторы протонной помпы и вправе рассчитывать на их эффекты, на заживление этих эрозий. Но эрозии могут быть не связаны с рефлюксом у таких пациентов. Поэтому, если предполагается хирургическое лечение, то обязательно полноценное дообследование с использованием монометрии пищевода для оценки моторики пищевода и импеданс плашметрии для оценки закисления пищевода. Ситуация. Пищевод не изменен. По данным эндоскопического исследования, но по данным импеданс плашмониторинга выявлены патологии. Патологический кислый рефлюкс. Больше 80 рефлюксов. Время закисления больше 6% времени. Это неэрозивная рефлюксная болезнь. Если пищевод не изменен, но по данным импеданс плашмониторинга не выявлено патологического кислого рефлюкса или просто патологических рефлюксов не кислых, но при этом есть ассоциация симптомов рефлюксов. Что такое ассоциация? Рефлюксов мало, но большинство из них симптомы вызывают. За счет механизма гиперсенситивности вот вам, пожалуйста, фенотип рефлюксной болезни с гиперсенситивным пищеводом. И, наконец, если пищевод не изменен по данным эндоскопии, не выявлен патологический рефлюкс, не выявлена ассоциация симптомов рефлюкса, вот это функциональное и желгофункциональное заболевание не рефлюксная болезнь. И только таким образом мы можем поставить данный диагноз.